С нами на связи сооснователем конфликта Intelligence Team Руслан Левиев. Руслан, доброе утро! Добрый вечер вам! Хочу начать нашу беседу с событий, которые произошли сегодня ночью. Телеграм-каналы, в первую очередь, чиновников Курской области в Рио-губернаторе, публикуют видео и видеообращение того, как обломки ракеты упали на жилой дом в Курске. Что об этом известно? Действительно ли ракета упала, или обломки упали, или, может быть, это было какое-то неконтролируемое попадание в жилой дом? Ну, там съемки в темное время суток пока что только есть. Я видел только их. Соответственно, мы слышим шум летящей ракеты, и потом происходит взрыв, и, собственно, мы увидим небольшие разрешения на здании. Поэтому по таким кадрам невозможно понять, это была перехваченная ракета, или это была какая-то сбившаяся с курса ракета, или эта ракета летела туда, куда она ей планировала попасть. Сейчас, на данный момент, непонятно. Но, в принципе, мы за эти 28 года много раз встречали ситуации по обе стороны линии фронта и в России, и в Украине, когда ракета, опущенная второй стороной, бывает перехвачена комплексом ПВО, из-за этого она там падает, допустим, на жилой дом. Такое, увы, происходит регулярно. Когда, как вы думаете, станет более понятно о том, что произошло? То есть какие вам еще нужны данные? Новые видео? Можно, например, фотографии каких-нибудь обломков ракеты, по которым можно будет ее идентифицировать, ее модель. Тогда будет яснее, что это было. Да, еще одно уточню. Вы правильно сказали, что вот понятно, ну, как-то по косвенным признакам можно оценить, что произошло по звуку летящей ракеты. Вот когда я посмотрел видео и услышал этот звук, у меня было точное ощущение, что ракета летела-летела и попала в какой-то объект. Не то, что ее сбили и потом вот, ну, какие-то рухнули обломки. Там звук был такой вот, действительно, точное попадание. Раз и все. Не знаю, у меня такого ощущения не возникло. А, ну вот, нет, просто вы опытнее меня, и поэтому я хотел этот именно момент уточнить. Давайте теперь про продвижение украинской армии. Вчера были сообщения, что российские солдаты отбили несколько населенных пунктов. Скажите, какова общая площадь захваченных земель, что там происходит? Ну, мы не занимаемся подсчетом площади, потому что это низко, ну, это даже полностью бессмысленное занятие, на мой взгляд, поэтому мы не считаем. В целом, за последние пару суток мы видим, что продвижение ни у той, ни другой стороны фактически нету. На мой взгляд, вся эта операция, кульминационный момент свой прошла, то есть постепенно будет дальше скатываться это в такую позиционку. То есть некий такой аналог, как бы это было плацдарм в крынках, теперь это будет нечто похожее, видимо, в Курской области. Сейчас, как я понимаю, украинские силы пытаются закрепиться на тех территориях, которые они уже зашли и контролируют, окапываются, там строят блиндажи и, видимо, будут создавать такой постоянный очаг напряженности для российских сил. То есть, как я говорил про атомную электростанцию, например, ту же самую, это были полнейшие фантазии с самого начала, это было, ну, не это было с самого начала, понятно. И вот дальше сейчас пока запустели пару суток, продвижения не было никаких и про то, что сообщают, что якобы там какие-то поселки отбили, подтверждения тоже не было. Есть и аналогичные сообщения в обратную столу, что, воборот, там в какие-то другие поселки украинские войска зашли. Но, опять же, тоже подтверждения пока что нет. Руслан, извините за обывательский вопрос, но, ну, как бы, вы профессиональнее всех нас вместе взятых. Скажите, вот есть линия укрепления Суровикина. Правильно ли говорить, что теперь украинские военные могут остановиться перед этой линией и как бы развернуть те укрепления, которые построили российские военные и использовать эту линию уже в свою пользу? Да, конечно, конечно, они могут так сделать. Обе стороны делают так по линии фронта, когда они отталкивают вторую сторону подальше, занимают их фортификацией и потом используют их для себя. Так можно сделать, да. Я просто думаю о том, что, ну, многие говорят, что украинские воены не так далеко прошли и такое ощущение, что они и не хотят дальше проходить, вот как будто, ну, вот они там шороху наводят в ближайших селах, деревнях, в некоторых городах, но в итоге остановятся именно на этой линии. Ну, такое ощущение есть? Вполне может быть, плюс задача, они могут, в принципе, и меняться по ходу операции, то есть командование может смотреть, как операция развивается, как она проходит и уже подстраивать свои дальнейшие цели под реалии на линии фронта. Поэтому, может быть, у них изначально была пройти там план чуть подальше, потому что мы уже видели предыдущие дни, как они заводили там часть артиллерии на территорию России. То есть это были гаубицы М777, самоходки Гвоздика, мы видели на территории России. То есть было ощущение, что, видимо, они хотят все-таки еще чуть, хотя бы чуть-чуть дальше, ну, а пройти. Это нужно было завести артиллерию, чтобы как раз-таки обеспечить дальнейший проход украинских сил. Но дальнейшего прохода на данный момент не случилось. Поэтому, может быть, они подстроили цели и, может быть, их чуточку сократили. Вчера появились еще одни сообщения о сбитом, об еще одном сбитом российском вертолете К-52. Что вам удалось узнать об этом? Пока есть просто сообщения от всяких Z-каналов, которые изначально первыми эту информацию и публиковали. Они пишут, что из-за предоснования интерракетного комплекса, судя по всему, был сбит вертолет К-52. И, судя по тональности их сообщений, видимо, экипаж погиб. Вот. Так что это, как минимум, второй подтвержденный потерянный К-52 за время украинской операции в Курской области. Про МИ-28Н, которое было подбито эфиридроном пока что, если нет, так и не стало. Он относится к Курской области, не относится, что там с экипажем стало, там пока не ясно. Вчера российские военные распространили видео, мы его уже смотрели, еще раз посмотрим о том, что Искандер-М сравнял с землей командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Вот это вот видео как раз на экране. Подтверждается ли эта информация? Честно говоря, мы это видео пока что прям так не разбирали, не пытались его геомоцировать, потому что по всей этой украинской операции в Курской области такой поток задач, что учитывая маленький размер нашей команды, мы там не все успеваем делать. Поэтому, к сожалению, пока что сказать точнее не могу по этому пункту. Окей, тогда к другой теме. Давайте поговорим про Беларусь. Она объявила о переброске ракеты личного состава границы с Украиной. Удалось ли отследить перемещение белорусских военных? Ну, мы не отслеживали их, то есть мы не заморачивались этим. Надо посмотреть, что об этом пишет мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Обычно они в этом гораздо лучше разбираются. Но в целом, я, как говорил многим своим коллегам вчера, что нужно в очередной раз доставать шаблон мема, где опустить ворота, поднять ворота, опустить ворота, поднять ворота. Потому что я каждый раз одно и то же говорю, что Лукашенко опять нагоняет жути, опять пиарится, опять посылает войска к границе с Украиной. В этом время пройдет, он опять их отзовет обратно. Буквально же это было недавно, но ровно то же самое. И вот он повторяет это снова. Может быть, это для того, чтобы как-то отвлечь часть украинских сил, чтобы, грубо говоря, помочь Путину. Может быть, для этого. Может, он просто хочет снова попиариться. Он же даже еще и заявил, что якобы украинские войска смогли признаться километров на 30, кажется, что он сказал. Что прямо сильно больше большинства вообще оценок как пророссийских, так и проукраинских. Так что он в каком-то смысле так, получается, дискредитировал российскую армию. Ну, он всегда любит воспользоваться поводом для того, чтобы пнуть российскую армию, и российские власти понимают, что ему за этого ничего не будет. Ну и в целом, я на их перемещение войска сейчас, наверное, в очередной раз не обращаю внимания. То есть, понятное же дело, что они не будут, не знаю, вторгаться в Украину. Прямо сейчас зашел в телеграм-канал «Белорусский гаюн» и последнее сообщение. Там наша небольшая команда уходит в отпуск. Но я думаю, что, возможно, они как-то поменяют свое решение в связи с последними событиями. Но 8 августа они опубликовали информацию о том, что подразделения белорусские продолжают располагаться в пригранище с Украиной, но дополнительные силы вывели. В июле мы продолжили фиксировать нахождение сил в приграничье. Общая численность подразделений там составляет 400-500 человек, и они располагаются в тех же локациях, что и раньше. Но напомню, это сообщение трехдневной давности. Что-то могло поменяться. Россия сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской области нашли обломки сбитых ракет. Мы знаем, что российская власть может врать. Особенно в таких случаях. Тот ли этот случай? Ну, мы не проверяли. Я помню, были сообщения про беспилотники, которые летели типа в сторону атомной электростанции, и где-то там были по пути перехвачены. Но поскольку они даже не на электростанцию упали, то мы особого внимания не обращали, потому что беспилотники прилетают и по Белгородской, и Курской, и Брянской областям практически каждый день. И в большом количестве. И порой невозможно определить, что было их целью, потому что часто на них действуют российские же глушилки, которые сбивают их с курса. И поэтому он, допустим, падает там в определенном районе, и ты не понимаешь, у него изначально цель была в Эдроин лететь, или он летел вообще в другой край, в другую область. Неясно. Ну, конечно же, сейчас Россия просто пытается воспользоваться инфоповодом в контексте того, что все вот последние дни говорили про Курскую атомную электростанцию, поэтому надо разогнать такую жуть, нагнать скандал, что якобы грозила там техногенная катастрофа, там вот типа украинские силы чуть ли не создали такую катастрофу, вот они там пытаются обстреливать, якобы пытаются обстреливать атомную электростанцию. Собственно, что до этого момента раньше, когда делала Россия по части Запорожской атомной электростанции. Ваша команда стала чуть-чуть внимательнее больше следить за тем, что происходит вокруг Курской АЭС? Стала ли это точка горячей на карте? Ну, или вы считаете вот эти сообщения все-таки больше либо вбросами, либо какой-то провокацией, либо отключением внимания? Ну, по части всех вот этих обломков ракет, беспилотников и прочего, это больше для Курской, вот как сказал, чтобы надавить дипломатически, медийно, политически, на международное мнение на саму Украину, типа вот как будто бы они там чуть ли не строят там техногенную катастрофу. Мы видим, что усиливают, видимо, охрану на Курской атомной электростанции, и в Z-каналах много раз уходится сообщение о том, что персонал готовится к возможной ситуации, когда будут атаковать атомную электростанцию украинские войска, то есть тоже нагоняют жутье. Но мы абсолютно уверены, что ей ничего не грозит, но тем более, что вот за последние пару дней мы видим, что продвижения уже не было, все как бы, по сути, продвижение остановилось, дальше будет оппозиционная война. Еще одна точка, неожиданно возникшая на карте боевых действий, это платформа, газовая платформа в Черном море. Вчера в СУ сообщили об ударе. По ней говорили о том, что рабочих там нет, и эта платформа использовалась для того, чтобы, ну, там были какие-то антенны стояли, оборудование разное, и они ее уничтожили. Что об этом известно? По-моему, они даже показывали видео, и, насколько я помню, это не первоподобная атака на вот такие платформы. Ровно с такой же целью, когда украинская сторона заявляет, что Россия ставит там всякое там ретрансляционное оборудование, какое-то наблюдательное оборудование или что-нибудь в этом роде, вполне правдоподобно звучит, готов в это поверить, но, конечно, там приехать на место, посмотреть, было там это оборудование или нет, у нас нет возможности. Но это не первый такой случай, когда бьют по вот таким платформам, пытаются уничтожить какое-то российское оборудование. Мой любимый, наверное, вопрос, возможно, он прозвучит несколько иронично, но он серьезный. А где у нас батальон Ахмат? Ну, наверное, хорошо, что я сейчас в Луне в России, то что, если я скажу, то, наверное, пришлось бы извиняться, потому что явно не на линии фронта, прямо так скажем, потому что сколько уже за эти дни прошло там новых видеозаписей, роликов, сообщений, по-прежнему они как будто бы, то же самое, как это было с мятежом Пригожина, то есть они вроде бы ехали, ехали, ехали спасать ситуацию, и так как-то и не приехали. Вот то же самое и здесь, уже какой-то, получается, шестой день идет этой украинской операции, как-то все еще их не видно, они где, в районе тех поселков, где присутствуют украинские войска. Ну, окей, если вы до них доехали, то вы не любите там снимать видео, пиарить, не зря же вас называют тикток войсками, но покажите, блин, кадры, где вы находитесь около оспариваемых населенных пунктов. Нет, тишина полнейшая, то есть последнее, что от них я вот слышал, то, что нас вот украинцы так хитро обманули, обошли, не вступили с нами в бой, и поэтому вот не получилось их остановить. Поэтому по-прежнему, видимо, где-то в тылах шляются. Можем вместе порепетировать извинения, там, прости меня, Рамзан Дуру Грешную, работала проводница в поезде Москва-Херсон, ну и так далее, да, как говорила героиня фильма Ширли Мерли. К другим новостям, вчера увидел сообщение о том, что на помощь России для уничтожения украинского, в кавычках, терроризма, прибыли добровольцы французского отряда БПЛА Нормандия-Неман. Я думаю, что это вообще такое? Пошел гуглить и обнаружил, что действительно в этом году было уже несколько сообщений. Я вспомнил об этом, что якобы во Франции собирается некий отряд, который будет помогать управлять дронами, уничтожать бойцов ВСУ и так далее. И вот, наконец-то, они прибыли в Россию. Что это вообще такое? Подозреваю. Вообще в любой стране, ну почти в любой стране, наверное, можно найти каких-нибудь там правых радикалов, просто ультраправых, которых Россия в многих годах подкармливала по всей Европе. То есть, я припоминаю, многие были расследования как российских СМИ, так и международных, о том, как Кремль спонсирует там ультраправые партии, ультраправые движения по всей Европе, пытаясь создавать точки напряженности для разных европейских властей. Поэтому, и при этом, что параллельно распространяет пропаганду, которая старается поддержать с точки зрения Кремля на те или иные политические события, на те или иные там политические фигуры. Поэтому, в принципе, можно найти даже какой-нибудь там развитой европейской стране, можно и в Америке найти людей, которые могут быть там, в том числе, с боевым опытом, могут они быть, не знаю, с каким-то инженерным опытом, которые искренне прям поддерживают Россию, они там за Путина и готовы там за нее воевать, и так далее, и так далее. Вы часто можете их встретить на какой-нибудь там Russia Today в качестве приглашенных экспертов, потому что там же любят пиарить такое, что типа, о, нас американец хвалит. Ну, это прям достижение какое-то получается сразу. Поэтому, я не знаю, как прям конкретно не знали по этой истории про Нормандию и Ниман, как-то не вдавались в подробности, но допускаю, что, может быть, каких-то таких отдельных иностранцев кого-то нашли в подмогу, но явно речь не идет о том каком-то большом количестве людей, а единицы людей никак не влияют на ситуацию на линии фронта. Вчера очень многие эксперты писали о том, что действительно в трех областях России введен режим КТО, контртеррористической операции, и многие отмечали, что, вот, видимо, российские власти боятся вводить военное положение. Руслан, вы можете объяснить нашим зрителям, в чем разница между режимом КТО и военным положением? Ну, я бы согласился подчасти, например, Курской области, что там следовало ввести военное положение. Я сейчас не помню, как конкретно назывался тот режим, который ввели, кажется, то ли в конце 22-го, то ли в 23-м году по приграничным областям. По-моему, назывался режим повышенной готовности. Одновременно с тем указом тогда Путин ввел режим именно военного положения на оккупированных территориях, а вот в приграничных областях был режим повышенной готовности, и то он, по-моему, там различался еще по уровням. Здесь, в Курской области, поскольку есть присутствие иностранных войск, прямо не в формате какой-нибудь там рейда диверсионной группы, а прямо соборной техникой в немалом таком количестве, то логично было бы там объявить военное положение, то есть это и комендантский час, и перекрытие дорог, и там, может быть, местами остановка общественного транспорта, и принудительная эвакуация людей из разных населенных пунктов опасных. Вот это вот военное положение. Контртеррористическая операция, режим контртеррористической операции, он чуть помягче, по идее. То есть, насколько я помню, там необязателен комендантский час, там необязательный, то есть там, как правило, он еще более ограничен по территории, хотя, казалось бы, тут вели прямо на уровне региона. То есть у него ограничение полегче по сравнению с военным положением. Военное положение это прямо совсем жестко. И вот в Курской области, конечно, следовало вести именно военное положение. Вот за этими событиями в Курской области мы, ну, если не забыли, то, во всяком случае, стали меньше внимания уделять другим направлениям на фронте. Что там происходит? Как сказывается вот отсутствие нескольких украинских бригад? Стало ли Россия перебрасывать, например, северного, харьковского направления бойцов в Курскую область? Расскажите. Эти бригады не то чтобы отсутствуют, потому что когда мы говорим, что вот, допустим, сейчас в Курской области действовались 22-я бригада, 61-я, 82-я, 80-я украинские бригады, это не значит, что они в полном составе либо в Курской области, либо в Сумской области. Нет, это просто отдельные их батальоны, отдельные их подразделения. При этом другие их же подразделения могут присутствовать в ближних тылах где-нибудь на Донецком направлении, либо непосредственно на передовой находиться. Такое тоже вполне возможно. По части переброски российских войск на данный момент мы отмечаем только переброску техники группировки войск силы Север, которые воюют в Волчанске по направлению еще на Глубокое, то есть в целом на Харьков, которыми командует генерал Лапин и которые изначально были образованы из группировки войск прикрытия границы. Ну то есть по идее все то, что происходит на территории России, все эти вот РИД ДРГ и прочих и вот такие вот это войсковые операции, это казалось, кажется, видимо, их зона ответственности. Поэтому мы видим переброску их техники. Ну, рано говорить о том, что это не повлияло, потому что все-таки требуется время. Как видите, еще технику еще не до конца даже перебросили. Чтобы понять, как это повлияло именно вот на это направление, на Харьковское, ну, нужно пройдет, ну, до конца следующей недели я бы подождал. И тогда бы уже сказал, типа, повлияло это вот на ситуацию Волчанские, направление на Глубокое или нет. Что касается остальных участков фронта, там, Купельского направления, например, Краснолиманского, Донецкого направления, то оттуда, там, во-первых, воюют группировки Запад, Юг и Центр. Их, перемещения их техники, их подразделений мы не видели. И, соответственно, там на данный момент никак оттенуление фронта не сказалось и вряд ли скажется. И, в принципе, последние вот эти вот дни, пока шла украинская операция в Курской области, на самом опасном участке фронта, то есть, Донецкая область, Торецкое направление и Покровское направление. Есть очередные продвижения российских сил, которые там расширяют свое присутствие и продолжают продвигаться. То есть, в этом плане, там эта ситуация с Курской областью никак не сказалась на линии фронта. Девять часов, почти тридцать минут. Руслан, отпускаем вас от эфира. Спокойной ночи, хороших снов и удачи в вашей команде. Напомню, что с нами сооснователь конфликт интеллигентс тим Руслан Левиев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин